Продолжение следует... 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 конспекта. Давайте этот вопрос оставим на конец пары, потому что в начале тема новая, а потом уже рабочие моменты обсудим. Так, пока убирают. Ну, возвращаемся к нашей теме и сейчас открываю. Так, у нас идет экран, да? Так, ну, теперь у меня к вам вопрос. Сейчас, подождите, оно у нас все никак не запускается, пока слайдов сначала. Так, у меня теперь к вам вопрос. Вам видно кто-нибудь? Напишите, пожалуйста, что демонстрация пошла нормально. Все слышно и видно. Замечательно. То есть мы сегодня с вами будем говорить о втором и третьем положении молекулярно-кинетической теории. И сегодня наша тема это броновское движение и силы взаимодействия молекул. То есть первое наше занятие сегодня посвящено вот этим двум темам. Ну, цель урока, конечно, познакомиться, вообще узнать, что такое броновское движение, кто его первый наблюдал, как оно объясняется. Познакомиться с опытом перена, который тоже подтверждает второе положение молекулярно-кинетической теории. Ну, и рассмотреть, какие вообще силы взаимодействия существуют между молекулами. Ну, вначале сразу скажу, домашнее задание новое, но обсудим, как выполнили старое, как я уже говорила, в конце занятия. Домашнее задание – это следующий 55-й параграф. Учебник все тот же мягкий шамбуховцев. Ну, единственное, прошу вас, конечно, конспект лекции делать коротко на страницу или полторы, но чтобы этот короткий конспект охватывал весь материал, который у нас есть в этом параграфе. Ну, сейчас у вас уже должны в Я-классе появиться задание. Ваше замечание, ну, или просьбу, скажем так, прошлого занятия я учла, и сейчас у вас в Я-классе присоединять также и та презентация, которую мы сейчас с вами видим. То есть презентация, занятие, которое мы сейчас с вами ведем, она у вас есть уже в Я-классе. То есть можете по конспекту, то есть можете опираться на учебник, можете опираться на презентацию. Как вам удобно? Ну, присоединить в виде PDF файла. Ну, здесь тоже требование не только PDF. Некоторые из вас присоединяли доковские файлы, некоторые JPEG-овские, кто-то даже видео. То есть как смогли, молодцы, у некоторых получилось очень хорошо. Это насчет домашнего задания. То есть параграф 55. Никаких задач сегодня не будет. Ну, теперь... Так, как 56-й параграф 55. А, 56-й в Я-классе? Нет, там он у вас... 56-й это тема второго домашнего задания. То есть следующего занятия, которое у нас с вами будет полтретьего. Так, ну, броуновское движение. Броуновское движение было открыто ботаником Броуном. То есть он наблюдал в микроскоп за, скажем так, пыльцой растений. И увидел, что пыльца, взвесь пыльцы в воде находится в состоянии постоянного движения. То есть он наблюдал споры плавна. То есть как бы он не увеличивал увеличение микроскопа, все равно постоянно наблюдалось это движение. Но впоследствии он предположил, что двигаются только, ну, скажем так, живые частицы. А если взять, например, там частицы глины, пыли, то движения не будет. Но все равно даже там у неживых, скажем так, объектов, измельченных частиц неживых объектов, все равно наблюдалось вот такое постоянное движение. Ну, в честь автора, который впервые это наблюдал, данное движение называется Броуновским. То есть Броуновское движение – это тепловое движение, взвешенное в жидкости или в газе частиц. Но мы с вами договорились, что то, что выделено красным, это желательно все-таки конспектировать и сразу во время занятий в тетрадку записывать. Ну, если вы вдруг по каким-то причинам занятия не просмотрели, то уже дома, когда впоследствии с канала смотрите, чтобы тоже красный текст, вы обязательно законспектировали. Ну, фотографию Броуна вот здесь мы видим. Броуновское движение, впоследствии было замечено, что Броуновское движение не прекращается. То есть если мы, например, понижаем температуру, то движение менее активно, то есть частицы двигаются медленнее, 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 но они все равно продолжают двигаться. С увеличением температуры движение становится более активным. То есть быстро-быстро-быстро наблюдается движение частиц. Ну, вот здесь вот как раз на рисунке показано. То есть если я наблюдаю за какой-то частицей и рисую ее положение спустя равные промежутки времени, то у меня получается вот такая ломаная. То есть вот я наблюдаю за первой частицей получается ломаная, вот я наблюдаю за второй частицей, вот я наблюдаю за третьей частицей. То есть частица находится в состоянии постоянного вот такого хаотического движения. Так, как же объясняется у нас Броуновское движение? Ну, Броуновское движение, так вот у меня мышка, Броуновское движение можно объяснить как? Ну, мы все знаем, что вещества состоят из атомов или молекул. Но если, предположим, та же самая вот наша голубенькая частица находится в воде, то в оптический микроскоп молекулы воды вы, конечно, никогда не увидите. Но они есть, они очень-очень маленькие, их очень-очень много, количество в домашних задачах вы считали, но они есть. И получается, что о нашу большую спору, скажем так, да, или лицу ударяются наши молекулы воды. Вот маленькие-маленькие серенькие шарики – это наши молекулы воды. Молекулы воды двигаются в разные стороны, двигаются с разными скоростями, но нашу большую пыльцу они со всех сторон окружают. Но так как скорость частицы – это величина каждая раз случайная, то есть при данных температурах, да, есть какое-то понятие средней скорости. То есть в среднем с какой скоростью двигаются частицы, но все равно есть какой-то разброс. То есть какие-то частицы двигаются с большей скоростью, какие-то частицы двигаются с меньшей скоростью, а в среднем скорость у частиц там вот такая строго определенная. И мы с вами чуть позже уже эту скорость будем уметь рассчитывать. Ну вот здесь вот на том рисунке, который представлен справа, как раз скорость вот длиной, скажем так, вот этой стрелочке и показан. То есть у кого-то стрелочка длиннее, это скорость больше. У кого-то стрелочка меньше, это скорость. То есть стрелочка меньше, значит и скорость частицы меньше. Ну а если частицы имеют массу и обладают какой-то скоростью, то вы из-за механики девятого класса знаете, что в этом случае мы говорим, что частица обладает импульсом. Импульс это произведение массы на скорость. Ну масса у частиц одинаковая, раз это у нас все, предположим, молекулы воды, а скорости у них разные. Значит и импульсы у наших частиц тоже будут разные. Но если какая-либо частица прикладывает к телу импульс, то по второму закону Ньютона, то есть по второму закону механики, который вы помните с прошлого года, то вы знаете, что если к телу приложен импульс за какой-то промежуток времени, то говорят, что на тело действуют с какой-то силой. То есть получается все вот эти частицы, вот меленькие-меленькие-меленькие-меленькие, которые окружают одну нашу пыльцу, на них на всех сразу, то есть на эту одну пыльцу, от маленьких каждых молекул действует свой импульс. То есть от каких-то больше, потому что у них скорость больше, от каких-то меньше. Ну и в результате, то есть если, предположим, это вы и вас друзья толкают с разных сторон, то кто-то толкнул сильнее, кто-то толкнул слабее. С одной стороны людей больше, с другой стороны, ну скажем так, людей меньше. В результате результирующие всех-всех-всех вот этих сил, которые оказывают наши вокруг молекулы, будет направлено в какую-то сторону. То есть вот в данный момент мы видим, что справа молекул больше, и они оказывают больше импульс на нашу пыльцу, и частица наша сместится, вот как показано по нашей большой серой стрелочке, влево. В данный момент времени. В следующий момент времени на пыльцу налетят уже другие молекулы воды, тоже случайным образом. Они, ну с какой-то стороны их будет больше, с какой-то стороны их будет меньше, скорости их будут тоже разные, и в итоге все они дружно опять в какую-то сторону направят нашу частицу. То есть, ну сейчас вернусь на предыдущий, например, здесь, да, результирующая сила от действия всех молекул направлена сюда. В этот момент времени результирующая сила действия всех молекул вокруг, которые мы не видим, направлена сюда. Да, то есть мы видим результат воздействия всех окружающих молекул на нашу пыльцу в данный момент времени. Ну а так как это каждый раз случайная величина, не предугадаешь, какие частицы налетят на пыльцу и какую они будут иметь скорость, у нас каждый раз получается вот такая хаотическая ломаная линия. То есть получается объяснение Броуновского движения это в том, что удары молекул жидкости от частицы не компенсируют друг друга. То есть и раз не компенсируют, значит есть какая-то результирующая сила. Вот она у нас здесь нарисована. То есть красный текст мы записываем и понимаем, что Броуновское движение можно объяснить только тем, что частицы находятся в состоянии постоянного теплового хаотического движения и результат этого хаотического движения это и есть наша вот такая вот ломаная кривая движения наших спор, ну или пыльцы или там взвеси частиц, которые вы растворили в воде. То есть вот это у нас Броуновское движение. То есть Броуновское движение подтверждает хаотическое движение частиц, из которых состоит вещество. Так, но еще чуть позже, то есть скажем так, молекулярно-кинетическая теория это как бы экспериментальное подтверждение, то есть экспериментальное подтверждение молекулярно-кинетической теории является Броуновское движение. Но есть еще и опыт перена, который тоже вытекает из броновского движения и тоже экспериментально подтверждает справедливость второго утверждения молекулярно-кинетической теории. В чем состоит опыт перена? Перен в микроскоп оптический рассматривал взвесь частиц нерастворимых в воде. То есть маленькие-маленькие частицы, которые не растворяются, вот их взвесь в воде. То есть вот такая вот смесь. Получается, что на частице действуют силы притяжения, силы тяжести. И по действиям силы тяжести у нас наблюдается вот такое распределение частиц по высоте. Но в принципе точно такое же распределение частиц, распределение молекул воздуха у нас в атмосфере воздуха. То есть на те частицы, которые расположены ближе к поверхности Земли, силы тяжести действуют больше и концентрация частиц больше. То есть концентрация частиц чем ближе, то есть чем ниже, больше. А с увеличением высоты, то есть с поднятием концентрация частиц становится меньше, 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 меньше. То есть говорят, что с ростом высоты или с ростом h концентрация частиц уменьшается по экспоненциальному закону. Ну единственное, только вот не знаю, проходили вы экспоненту в школе или нет, но есть такая, то есть большинство законов физики как раз описываются экспоненциальной зависимостью. И вот здесь вот концентрация частиц уменьшается по экспоненциальному закону. В этот экспоненциальный закон помимо массы частиц и высоты, на которую поднята наша частица, входит еще и постоянная авогадра. И опыт перена позволяет экспериментально еще раз определить постоянную авогадра. Ну экспериментально перен нашел, у него получилось, что его значение постоянное авогадра совпадает со значением постоянного авогадра, которое уже было рассчитано до этого. Ну еще раз поясню, в чем заключается, то есть берется краска, ну обычно частицы краски, которые не растворяются в воде, делается такая взвесь, вот эта взвесь вот на место желтого, да, то есть такая пластина, ну как кювета ставится, и оптический микроскоп наводится резкость. Но оптический микроскоп может наводить резкость только на определенное сечение. То есть, круча ручку микроскопа, вы можете наводить резкость сначала на одну высоту, потом на другую высоту, на третью высоту и на четвертую высоту. Ну и таким образом считаете количество частиц, которые вы видите в окуляре на разных высотах и видите, как это количество частиц уменьшается. Ну такую лабораторную работу школьники не делают, студенты выполняют и экспериментально определяют довольно точно в лабораторных условиях, даже в учебных лабораториях, значение постоянной авогадры. То есть опыт перена, он послужил еще одним экспериментальным доказательством второго утверждения молекулярно-кинетической теории, что все частицы находятся в состоянии постоянного теплового движения. Так, ну а теперь у нас следующее, да, осталось третье утверждение. Третье утверждение молекулярно-кинетической теории, оно нам говорит о том, что частицы постоянно, то есть частицы взаимодействуют между собой. Ну, молекулы состоят из атомов. Ну вот здесь вот на рисунке у нас представлен раз атом и два атома. То есть, ну это проходит, конечно, старше, но надеюсь, вы все-таки из-за того, что сейчас дети довольно-таки развиты, знаете, что, ну и потом у нас модель атома есть в городе, знаете, что внутри атома у нас ядро, оно вот у нас здесь красненькое, которое заряжено положительно, а вокруг ядра вращаются электроны. Вот они у нас такие голубенькие с отрицательным знаком. Между положительным и отрицательным зарядом существуют силы электрические, то есть, ну, электромагнитная вообще природа, а вообще-то здесь именно сила притяжения между разноименными зарядами и сила отталкивания между одноименными. То есть, вот здесь показано, что плюс и плюс отталкиваются два ядра. Плюс и минус, то есть, ядро и электрон соседнего атома притягиваются, ядра соседних атомов отталкиваются, электронные оболочки соседних атомов тоже отталкиваются. Но это приводит к тому, что между атомами внутри молекулы возникают силы. Эти силы имеют электромагнитную природу, а не гравитационную. Ну, природы мы с вами, о природах мы будем говорить в конце 11 класса, но в школе рассматривают гравитационную природу и электромагнитную. То есть, получается, за счет силы притяжения атомы бы никогда не притянулись так сильно, чтобы вы там не смогли, например, сломать какое-то тело. То есть, силы гравитации, они проявляют себя только на больших космических масштабах. То есть, силы гравитации существенны только для больших космических тел, там, планет, солнечных систем, звезд. А вот для обычных тел все-таки больше, то есть, в обычной жизни больше мы встречаемся с электромагнитными проявлениями. То есть, и как раз между атомами внутри одной молекулы действуют электромагнитные силы. То есть, есть силы отталкивания, есть силы притяжения. Ну, и теперь давайте посмотрим на графики. Вот у нас синенькая – это силы отталкивания, красненькая – это силы притяжения. То есть, получается, если мы берем два атома и начинаем их друг от друга отводить, то есть, расстояние вот между атомами растет, 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 растет. Между атомами возникают силы, которые стремятся их прижать друг к другу, то есть, вернуть первоначальное положение. Так, давайте, мне придется, наверное, прыгать с рисунка на рисунок. То есть, вот получается, два наших голубеньких атома, получается, я их друг от друга разношу, между ними возникает сила, сила притяжения, которая превышает силы отталкивания, и результирующая сила пытается вернуть два атома в первоначальное положение. Если мы атомы, а атомы, они довольно-таки, ну, скажем так, не сжимаемые, да, начинаем сильно притягивать друг к другу, между ними в этом случае возникает сила отталкивания, да, то есть, вот последний рисунок. Ну, атомы не могут уплотниться, то есть, сила отталкивания в этом случае превышает сила притяжения, и возникает результирующая сила отталкивания. Так, вот. То есть, получается, итог действия сила отталкивания и сила притяжения – это наша зеленая линия. И у нас таким образом, если расстояние между атомами меньше диаметра, возникает вот эта резкая сила отталкивания. Если меньше, то есть, больше, чем диаметр, возникает между атомами сила притяжения. Ну, и в результате, если посмотреть, что у нас это в итоге дает, есть так называемое положение, когда сила равняется нулю, то есть, такое устойчивое положение, когда сила притяжения уравновешивает силу отталкивания. Вот этот наш случай, этот наблюдается тогда, когда атомы расположены, когда центры атомов расположены на расстоянии, равном диаметру. То есть, в этом случае, ну, такое оптимальное, скажем так, положение. Вот оно у нас еще раз, то есть, этот график только еще раз перерисовала. Вот получается, когда равнодействующая сила равняется нулю, это самое устойчивое положение. Ну, еще плюс физики говорят, что все тела стремятся к устойчивому положению, а устойчивое положение наблюдается в том случае, когда потенциальная энергия тела минимальна. То есть, вот у нас график с вами потенциальной энергии и R равная, то есть, вот сила равнодействующая равная нулю, это соответствует минимуму нашей потенциальной энергии. То есть, говорят, что тело находится в потенциальной яме, это самое устойчивое положение. То есть все тела стремятся к минимуму. То есть если вы шарик оставите на горке, он скатится там, где ему удобнее, к минимуму своей потенциальной энергии. Если вы пружину растянете, она стремится к минимуму своей потенциальной энергии, то есть она сожмется. То есть все тела всегда стремятся к минимуму своей потенциальной энергии. Ну вот это есть наше третье утверждение молекулярно-кинетической теории, что молекулы взаимодействуют между собой. Ну а к чему приводит такой характер взаимодействия и в каких состояниях в результате может находиться вещество? Ну вы знаете, три агрегатных состояния, хотя их четыре, твердая, жидкая и газообразная. И поподробнее об этих состояниях вещества мы с вами поговорим. Ну плазма замечательная, Симитей, спасибо. Действительно есть еще четвертое состояние плазмы, но вам еще просто по школьному курсу рано об этом говорить. Так, а подробнее об этих агрегатных состояниях вещества мы с вами поговорим на следующей паре. Ну а теперь, как я и обещала, анализ нашей домашней работы. Ну единственное, анализировала, то есть смотрела я ваши домашние работы вчера утром, то есть потом и позже, но вот в презентацию просматривала, то есть поставила результаты только того, что видела вчера утром. Ну сегодня домашний у вас высветится и вы видите, что контрольный срок уже в среду вечером, чтобы мне четверг был день на спокойный анализ всего того, что вы мне прислали. Ну хотелось бы сразу сказать, то, что вы должны были прочитать, ну вот здесь вот за пять секунд Станислав Лаптев, конечно, не мог прочитать весь текст или вот, например, София Чумакова тоже за девять секунд как-то подозрительна. То есть, пожалуйста, если я прошу прочитать, вы прочитайте. Так, ну а теперь на тот момент, то есть на вчера утром Логинова Дарья, то есть проблема вы сейчас не можете подсоединить. Вы вообще, пожалуйста, как-то общайтесь друг с другом в классе, потому что некоторые сделали, например, Нуршана сделал на видео. Замечательно, ну, конечно, размер большой, мне пришлось закачать, но замечательно. Некоторые боком, некоторые кверх ногами. За это я все-таки снижала. Вам баллы, ну, классный руководитель попросили первую вот эту оценку пока не ставить. Ну, пожалуйста, боком и кверх ногами не надо. Ну, задача Салтана отпутала тетрадь с черновиком, замечательно решила, потом внизу начала какие-то свои размышления писать. Вот Дарья сделала на двух страницах. Некоторые делают PDF формат, некоторые вставляют Word и присоединяют Word. Некоторые делают JPEG. Значит, все-таки кто-то из вас смог. Поэтому, пожалуйста, пообщайтесь в классе, в группе, как остальные смогли и тоже научитесь. То есть кто-то с класса смог, значит, это реально. Ну и, кстати, по поводу задач сразу. В классу часто ошибки нет ответа, боком задачу прикрепляете, потом в малярную массу бросаете в Си. Потом, например, у кого была третья задача, малярная масса кислорода, почему 16 грамм на моль? Вы пишите МО2. Если О2, значит, 32 грамм на моль переводим в Си. Кто-то с класса молодцы, не переписывали, откуда вы там все дружно писали, 32 грамм на моль потом.